всем привет мои дорогие воскресенье у меня рабочие поэтому сейчас я заберу еще алиночку она у подружки своей и поедем с ней по делам она сегодня со мной помотается еще планируем доехать до кюхенленда хочу посмотреть я вот мне нравится эти вот фрукты такая сферообразная база с отверстием и там можно туда вернее можно положить и яблочки апельсины такая напрямь прикольно себе и ксенечки хочу взять такую ногти не все как бы темное на кухне вот не знаю прозрачная захочет она или нет но свяжусь с ней смотрю хочет она этого или нет вот такие в общем дела такие планы и сегодня мы с вами сделаем очень быстрый вкусный пирог на вечер с чаем попьем это для тех кто любит пирожки с яйцом и с луком вот такой мы сделаем с вами пирог только это очень вкусно быстро и вообще обалденно все поехали заниматься делами на связи хорошего всем воскресенье ну как же быть в ворошиловском и не зайти в золотое яблоко зашли маленечко вот так все сейчас поедем киркин лэнд народу не очень кстати для воскресенья совсем немного воняет канализация дали на первый раз мы выходной без ксенечки она говорит ой чё вы там собрались киркин лэнд он у меня год в доме есть я схожу футу я говорю нам уже с волгограда у нас в доме нету сейчас зайду еще в них не надо мне про это рассказывать доченька мы приехали таких лэнда надеюсь сейчас моя вазочка будет машина даже в положенном месте с алиной оставили мы сегодня хорошие девочки вот эти фруктницы вообще они идут как конфетницы а девчонки туда кладут и яблоки и апельсины не очень красиво смотрится но сейчас чё ксения ответит это кайф такой что просто так ну что мы дома дальше что хотела сказать сейчас мы с вами будем печь заливной пирог с луком и с яйцом сначала вам покажу покупку что я хотела с этого кирка лэнда сейчас покажу вообще они пишут что это называют у них конфетница но я подписана в инстаграм на эту страницу киффе лэнда девчонки закладут яблоки и апельсины так красиво вообще как фруктница вот хотела купила все я не захотела себе и потом под печеньки такая же с этой серии тоже она у них считается конфетница видите как сфера скошная сюда я положу печеньки конфетки потом покажу и что-то у меня а алина себе знаете чего взяла еще погода такая хорошая прохладенько комфортно какие-то я тоже люблю пригождается вот такая вот мальчика топом это ксения себе захотела топом вот такой цвет красивый такое качество такая ткань шикарная шортики и штанишки акселечка взяла мальчика прикольно ребята поедут к ней на выходные друзья все передам так а теперь что выбрала ваза под сальвадор дали что-то видите силуэты очень красиво оригинально правда комнату есть делаю и уже будет такой она хочет светлую комнату себе но вот такая вазочка у нее будет стоять можно будет покупать ей букетики красивенькие ставить так ну что мы купили в золотом яблоку ну естественно разве я уйду без руков по распродаже зен от это наш шоссе до шоссе до шоссе до кто называет как сейчас они по распродаже много лет этому запаху но он прикольный вообще он очень прикольный я очень люблю этот запах значит я взяла вот такой крем макс фактор попробовать очень плотный по консистенции очень хорошо ложится на ручку мы попробовали мне прям понравилось но это 102 мой тон ласт перфоманс мастинг перфоманс 100 лет не тоже беспроигрышный вариант ну естественно я себе дела свою любимую с собой вот это у меня была от мэйбелин консилер мне тоже очень нравится фит фит девчонки взяли у меня и вот такой макс фактор консилер тоже мне девчонки забрали ну подкупила так что мне дали в подарочек сыворотку шоссе до базу под макияж шоссе до и еще одну сыворотку сам коллекции сальюш 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 ну пробнички я всегда их беру в поездку скоро нам предстоит какая-то поездка на мой день рождения поэтому я туда это все заберу что алиночка себе взяла вот такие вот такой набор консилеры или как это называется не консилера что блестит представляете за голову вылетела палетка шиммер вообще он называется но этот вылетела из головы не так так что и дали в подарочек мисс диор пробничек потом тон вот такой губнушки диор руж хороший цвет кстати пробничек нюдовая коллекция матовая сотый номер и вот такой еще красный 999 номер уже не матирующий бельвет пробнички губнушечку дёр вот такие вот губнушечку что дахила красивая у них такая вообще стойка с их косметикой упаковки у них очень в этой дахилы очень красивые упаковки сейчас у них тоже все по распродаже губнушечка какая-то блеск нюдовый ну такой под естественное тоже что-то очень недорого потому что распродажа мы же берем вот это значит все ее пакетики как я люблю такие всякие пакетики я бы с ними ходила самое главное что что я хотела так мне нравится так красиво потом фрукты сложу туда покажу как это смотрится это я сейчас разберу а это что а это я еще себе купила у них пришла моя палеточка которую я хотела скульпторой с этим блестяшкой и арина себе один какой-то взяла тенюшечки не в палетке которые как идут ну глиттерные такие с блестюшкой вообще глянь как из головы у них ну у нас них столько в торговом центре морошиловского так ну все начинаем с вами значит печь заливной пирог с яйцом и с луком так ну что поехали с вами печь наш пирог воскресный что нам для этого понадобится нам с вами понадобится два яйца 200 миллилитров кефира у меня два с половиной процентов разрыхлитель теста 150 грамм муки грубого помола пшеничной и соль ну поехали размешивать значит два яйца кефир 200 миллилитров это я оставила доску чтобы вдруг будет мало мне лука я нарезала я нарезала почти больше половины пучка ну вот я сейчас посмотрю еще дальше идет у нас мука засыпаем муку 150 грамм солим и нам нужно добавить 5-6 грамм разрыхлителя в этой упаковочке 12 грамм то есть половинку прям смело еще можно достаточно все теперь вымешиваем до однородного состояния вымешиваем теперь натираем 4 яйца я буду на мелкой терке отвариваем еще 4 яйца кто-то режет на этот пирог кубиками но я считаю что мне поприятнее когда яйцо яйцо мелкое и натертые протертые так и еще одну так кстати мне надо у Ксении протерку спросить заказала она или нет так вот так у нас получается 4 яйца так теперь нам нужно в яйцо добавить зеленый лук где-то 50-60 грамм у меня здесь 60 грамм я взвесила в яйцо присолим и размешаем так и нам теперь нужно это все дело размешать посмотреть количество лука лук чесноковый я еще наверное дорезала бы немножечко ну-ка ну-ка как сказать вам да нет достаточно лук такой прям хороший рисковатый но хороший достаточно будет лука так ну и следующее берем мы с вами нашу форму для запекания чуть-чуть капаем маслом оливковое простое масло просто оливковое без всяких добавок капельку дальше промазываем и бортики и все кто-то хочет можете сделать топленое масло просто растительное масло так прям капельку чтобы все-все у нас было промазано что мы делаем дальше так мы с вами берем наше жидкое тесто вот видите оно как сметана половина наливаем половина налили вот так распределили прям распределили распределили все всыпаем нашу начинку как я люблю вкус сочетания зеленого лука и яйца это вообще беспроигрышный вариант и остатком тесто заливаем сверху берем лопаточку все остаточки с емкости нашей выливаем на пирог и расправляем ровненько все девочки и отправляем их в духовку на 25 минут при температуре 180-200 градусов пока печется пирог смотрите что покажу в магазине нашла значит набор нарезанных овощей для винегрета то есть сюда нужно добавить просто горошек кто ест винегрет с горошком и просто добавить квашеную или кислую капусту представляете 600 грамм стоит 190 рублей ну прелесть все нарезано все кубиками там осталось только квашеная капуста и лучок зелененький квашеная капуста и горошек и винегрет на ужин готов очень удобно для Ксеньки так вообще она любит винегрет буду когда в Москве поедем в Ашан с ней или куда-то в Магноль у нее рядом дома посмотрю куплю и она любит винегрет классно поставила я на стол фрукты видите как смотрится а вот сюда насыпала печенье вот этот чокопай кстати манго очень вкусный мне понравилось видите как смотрится зеленых яблок не было просто были наши какие-то свежие урожаи но что-то мне не очень они понравились класс у нас прошло 40 минут почти и мы с вами достаем наш пирог ой красивенький такой сейчас мы сначала возьмем лопаточку и его подденем потом перевернем разрежем и посмотрим ой горечь горяченький 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 чтобы он у нас хорошо с вами перевернулся вот и все так сейчас я его перевернул так то что мои любимые вот так такой пирог у нас получился нужно вниз побольше наливать тесто а наверх оставлять меньше воздушно смотрите сочный обалденный сейчас я заварю чай аж глотаю очень вкусно пахнет ну а на сегодня это все подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик я рада каждому из вас завтра будет новый день и новое видео всем кто ужин и приятного аппетита до завтра а а а а